всем здравствуйте сегодня 1 ноября и хочу вам показать свои крупнолистные гортензии я живу в беларуси это минская область просили говорить число так у нас погода ночью доходит до трех градусов но минуса нету заморозки были но вся гортензия у меня стояла в листве поэтому у меня свой микроклимат на участке и их я думаю что не прихватило сильно да встаешь утром были такие подмороженные листочки но все мои гортензии после этого живые в общем у меня так в центре города находится мой дом смотрите я вам говорила что постепенно как подготавливала к зиме проливала монокалий фосфатом постепенно снизу обрезала все листочки и вот буквально два дня назад убрала уже абсолютно все последние последние листья и смотрите казалось бы вот эти вот зеленые такие вот прямо сочные стволики начинают где убраны вот листья видите начинают одревесневать если посмотреть вроде бы они зеленые но они уже такие очень жесткие не сочная которая можно переломать да вот сразу такие они были даже вот эти которые идут снизу казалось бы вот вообще от самого низа толстые вот эти вот побеги они уже прочные они уже не такие зеленые которые хорошо переламываются вот и этот тоже в общем теперь смотрите какой мой вариант укрытия даже вот такой вот куст если бы у меня было много места конечно бы я больше сажала крупнолистных гортензий на в открытый грунт потому что с моим укрытием перезимовывает все вообще ехала у нас в парке были кучи дубовых листьев была сухая погода в общем кучи были сгре дворники сгребли кучу дубовых листьев ехала и вот в такие мешки овощные 15 15 мешков напаковала даже думаю я тут много можно было немножко поменьше на два разделить в общем я думаю что еще разделю и вот смотрите что я делаю я засыпаю центр куста кислым торфом он и как служит потом уже подкислением а вот так вот на землю вот эти вот эти свои мешки с листьями потом прижимаю даже вот этот вот большущий куст он видно что у меня уже видите ну такой довольно взрослый что в эти в эту сторону и в ту сторону старые ветки служат вот и для меня раньше казалось что укрыть этот куст это у меня такая была головоломка как ни одной все это сочинить а сейчас когда я использую вот эти вот мешки у меня ничего не мусорит они у меня хранятся это многоразовые вот это новые новые мои тюки ну есть еще старые где более подсушенные листья и в общем видите вот потом я пригибаю чем-то фиксирую сверху снова вот такие тюки ну и сверху чтобы эта конструкция просто так не в стрики вала получается потом у меня один слой абсолютно там рваный любой какой есть укровной материал после рост где-то остался вот и сверху идет вот такая вот но это только сверху вот только сверху по уголками и камешками чтобы мою конструкцию не заливала дождем вот все что я делаю вот посмотрите это куст не старый куст верно ему три года видите насколько древеснили стволики она у меня уже подготовилась как быстро я могу ее укрыть как только погода такая будет чтобы укрывать уже будут минусовые температуры значит засыпаю торфом смотрите мешки по бокам я пригнула пригнула зафиксировала ну и тут еще мешок будет срежу соцветия тут я при входе в гараж хочу еще любоваться снова сверху мешками укрыла спанбондом все вот это укрытие больше десяти минут у меня не займет вот старые мешки прошлого года не прошло даже несколько лет я использую а это а это этого года вот посмотрите на вот такую вот гортензию у меня хватит четыре пять этих мешков это это очень такое быстрое ничего не не и я весной все это быстро сниму посмотрите это во первых они у меня сухие и вот такие вот воздушные да вот видите я говорю эти свежие многовато я уже просто торопилась на работу быстренько собирала я думаю разделю чтобы там было больше воздуха это такое природное укрытие получается мне говорят где вы живете может быть в сибири зачем вы так пакуете знаете что я во первых спокойно за своими крупнолистной гортензии в любом случае какие бы не были перепады температур у них там свои свой микроклимат вот они у меня сильно я их не прижимаю вот видите вот воздух там еще в изгону вот вот где и тут мешок положу сверху к мешке чем-то зафиксировала спанбонд камешками положила вот этот вот подложка под ламинат только сверху ничего не прижимая никак только чтоб внутрь не попадала влага но хотя по листочкам понимаете ей сколько бы не было дожди я думаю насквозь это не промокнет но все-таки как-то жалко мне мои вот эти укрытия поэтому это как бы такой дополнительно а некоторые говорят что делать если у вас там мыши ну знаете есть же какие-то дегтям салфетки там или еще что-то смачивают это уже ну это уже на ваше усмотрение я вам говорю свой вариант укрытия так вот еще смотрите одна как она у меня уже подготовлена видите такие довольно уже вызревшие стволики но если даже стволики вот где-то зеленые в таком укрытии как я предлагаю они там как бы дозреют да и вот снова вот моя гортензия вот моя гортензия я ее слегка пригибаю везде вот эти листья из сверху листья и я одна почему я это так придумала ну у большей части женщин есть какие-то помощники до мужья что-то помогают что-то там сочиняют что-то как какие-то каркасики что сделать я все делаю 1 поэтому говорят голь на выдумки хитра и вот я придумала эти мешки многоразовые где они хранятся тоже спрашивают за эти мешки где вы и храните но много есть каких-то мест под крышей под крышей но если сказать по-белорусски под страхой гаража под страхой сарая бани где-то это все можно хранить и просушивать но среди какие ветки вызревшие вот молодая ветка как вызревшие у моих гортензий так ну еще сейчас покажу вот у меня 6 гортензий в открытом грунте эти тоже на выходных буквально до обрезала листочки где были раньше начинается вызревание вот это пильчатая блюберт я ее точно также точно также укрываю вместе вот с этой крупнолесной они наклоняются у меня друг к дружке ну и сейчас покажу какие в горшках у меня гортензии ну вот гортензии приготовлены в горшках это взрослые кусты посмотрите они у меня все лысенькие все вообще без шевелюр без листиков вызрели почки насколько потому что в горшках я же могла уменьшить полив спрятать где-то под крышу да видите поэтому очень хорошо вызрели вот тут тоже вот только тут придется еще вот этот не связала вот связано таким снопиком обрезаны полностью листва но можно эти и листья оставлять но именно вот эта гортензия хранится у меня в подвале и где сыра получается плесень на этих вот листочках вот или они сами отвалятся или можно их постепенно постепенно поубирать вот еще одна видите все насколько по вызревали вот но сейчас покажу молодые свои гортензии ну вот так выглядят мои молодые купленные снова такие же манипуляции видите хорошо вызревают стволики листья обрезаю потом чешуйки эти отваливаются и не повреждает цепочка в общем вот все что есть эти все начинают прекрасно одревеснивать тут еще не до конца листики я обрезала вот они вот тут до самого до самого верха цветы конечно еще есть она задержалась цветением потому что я их обрезала они были корявые это это покупка вот тут смотрите эти полностью тоже одревеснивают где-то еще цветут но стволики одревеснившие в общем вот это френч болеро она сама она сама листья у и на солнышко она сама сбросила листья и вот эти почечки у них прямо такие чешуйки коричневые образовались а где будет она у меня зимовать вот именно ее нехватка времени пересажу в больше горшок можно зимовать ей и на улице посмотрите а в таком укрытии как я вам показывала вообще без проблем потому что вся вся она одревеснила в общем дорогие друзья не боимся покупать крупнолистные гортензии и выращивать у нас вот ну как вот в беларуси или средней полосе и не обязательно их выращивать в горшках вот говорю рассмотрите мое укрытие может быть вы что-то там к себе еще но каждый может модерми модернизировать главная тема а вариации могут быть разные также как я вам говорила о черенковании метельчатой гортензии тема почкой а вариации совершенно совершенно разные в общем спасибо дорогие друзья ну и будем ждать хорошей зимовки а когда я их буду заносить пока они стоят у меня вы на улице вынесла у нас нет морозов еще ночью 5 градусов но мои почки все живое у меня мороза такого нету что вот пришел заморозил и и и все если вдруг какой-то морозик я их занесу просто в сарай если обещать будут я их не успею на зимовку а зимовать будут вот эти новинки в предбаннике я вам говорила те которые постарше и уже сорта которые у меня побольше некоторые вынесу в подвал в общем спасибо и до свидания